Азербайджан наладил успешный политический диалог со странами Центральной и Восточной Европы, в том числе с Албанией. Развитие с ними двухстороннего и многостороннего сотрудничества – одно из важных направлений внешней политики Азербайджана. Визиты в последнее время президента Ихамалиева в страны Центральной и Восточной Европы также показывают достаточно большой интерес к укреплению отношений и расширению сотрудничества с Азербайджаном, являющимся надежным партнером. Развивается политический диалог между Азербайджаном и Албанией, дипломатическим отношениям которых в текущем году исполнилось 29 лет. На сегодня между двумя странами подписано 8 документов, в том числе соглашение о сотрудничестве в экономической, промышленной и технологической сферах. Албания высоко ценит роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы и его вклад в этом направлении. В июле этого года между Азербайджаном и Европейской комиссией был подписан меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в области энергетики. Согласно данному азербайджану, мы намерены до 2027 года вдвое увеличить поставки газа в Европу. Естественно, этот газ будет проходить по территории Албании. Таким образом, будет оказана дополнительная поддержка, будет внесен вклад в энергетическую безопасность Европы. Наши страны наладили успешное сотрудничество в реализации трассадриотического трубопровода. Консорциум ТАП инвестировал в Албанию полтора миллиарда евро. Помимо использования транзитных возможностей, проект внес большой вклад в занятость и доходы в бюджет. Албания чрезвычайно заинтересована в расширении сотрудничества в энергетической, инфраструктурной, туристической, сельскохозяйственной и промышленной сферах. Конечно, в сфере энергетики ионический адриатический газопровод, соединяя Албанию, Монтенегро, Хорватию, повышает геополитическую значимость наших стран, демонстрирует диверсификацию поставок газа на региональном, в том числе и европейском уровне. Мы знаем, что ваша страна обладает опытом в области вложения инвестиций в эту сферу. Албания также очень открыта к использованию транзитных возможностей на своей территории и готова к этому. Албания, как дружественная братская страна, поддержала территориальную целостность Азербайджана во Второй Карабахской войне и приветствует проводимые на освобожденных от оккупации территории ШЭКа масштабные строительные работы. Это высоко оценивается нашей страной и народом. Поддержка, оказываемая нам, вашей страной, в этом главном для нашего народа, государства в вопросе, конечно же, очень важна для нас. У наших стран широкий потенциал для развития экономических и торговых связей. Экономическое сотрудничество Албании с Азербайджаном будет развиваться и в области энергетики. Принятая накануне резолюция Сената еще раз подтвердила заинтересованность официального Парижа в сохранении напряженности в регионе. Как бы президент Франции Эммануэль Макрон не пытался уйти от ответственности, заявляя, что этот вопрос дело парламента, а не правительства, согласно Конституции страны, вопросу безопасности, обороны и внешней политики напрямую курируются правительством, точнее президентом. Проекты подобных постановлений направляются в Ельсейский дворец до регистрации в Сенате и процедуры начинаются уже после согласия правительства. То есть правильнее воспринимать рассматриваемый документ как резолюцию Ельсейского дворца. Впрочем, столь открытое проявление двойных стандартов в отношении определенных стран стало привычным делом и составляет немалую часть деятельности международных организаций, в том числе ЮНЕСКО. Тема комментирует Кемаля Азизгазы. Только несколько месяцев назад мы отметили 30-летие нашего членства в организации ЮНЕСКО, в сотрудничестве с которой на протяжении многих лет Азербайджан своим опытом и участием вносил значительный вклад в деятельность организации по восстановлению и охране культурного наследия как в нашей стране, так и во всем мире. Азербайджан также является надежным партнером в обеспечении мира и безопасности в мире на всех международных площадках, включая и ЮНЕСКО. Но что мы получаем в ответ на добровольное участие Пакуба в многих международных мероприятиях и проектах в рамках этой организации? Происходящие в последние годы процессы, связанные с отношением ЮНЕСКО к Азербайджану, это демонстрация политики двойных стандартов. И отказ вице-президента Мири Ивана Леевой от миссии посла доброй воли стало своего рода дипломатическим протестом против двоякой политики ЮНЕСКО. За эти годы возглавляемый ею фонд Кейдара Леева внес значительный вклад в защиту и восстановление всемирного культурного наследия, в том числе христианских памятников. Это показатель того, что азербайджанское государство никогда не допускало и не допускает дискриминации по отношению к образцам культуры, культурному и религиозному наследию. Мы охраняем все памятники, памятники всех народов, и мир это знает. Но посмотрите, здесь была мечеть ЮНЕСКО. Приезжай сюда, приезжай и посмотри. Совет Европы, не молчи, приезжай и посмотри. Все мечети разрушены. Хорошо, значит мечеть можно разрушать? Значит разрушение мечети не является преступлением? Сколько будет продолжаться эта несправедливость? Сколько будет продолжаться эта лицемерие? Сколько будут продолжаться эти двойные стандарты? После победы в 44-дневной войне, в ответ на претензии официального Еревана о якобы разрушенных армянских памятниках истории, глава азербайджанского государства, вновь демонстрируя добрую волю, дал согласие на прибытие миссии ЮНЕСКО, которая так и не была реализована. В общем, двойные стандарты в действии. Между тем, предвзятую антиазербайджанскую позицию накануне в очередной раз продемонстрировала Франция. Сенат принял резолюцию, призывающую правительство и страны Евросоюза ввести санкции против Баку. Этот шаг стал не только проявлением необъективности, но и попыткой перевернуть все с ног на голову. Стремление удовлетворить желание армянского лобби, французские сенаторы поменяли местами агрессора и жертву агрессии. Впрочем, нам не привыкать. Но не лучше ли законодателям с берегов Сены вспомнить о деяниях своей страны в той же Африке? Мир никогда не должен забыть насилие, массовую жестокость, совершенные Францией против алжирского народа. На протяжении более ста лет Франция вела ужасную войну против алжирского народа. Эта война привела к гибели полутора миллионов алжирцев. Вспоминая сегодня эту трагедию, мы должны приложить все усилия для предотвращения таких трагедий в будущем. Так называемая мирная политика этой европейской страны, не вникающей или скорее не желающей вникать в исторические факты и первопричины оставшегося в прошлом Карабахского конфликта и текущую ситуацию в регионе, поощряет реваншистов в Ереване, подзабывших, видимо, силу железного кулака. Вместо того, чтобы внести свой вклад в процесс нормализации отношений, французские сенаторы наоборот демонстрируют однобокую позицию, которая наносит удар по мирной повестке. Однако, несмотря на очередное кукарекание так называемых законодателей Франции в адрес Баку, глава нашего государства всегда заявляет о необходимости демонстрации нейтрального, беспристрастного и сбалансированного подхода к процессу нормализации. А поддержку Азербайджану, как и во всех актуальных вопросах, оказывает братская Турция, которая и на этот раз устами президента Эрдугана осудила резолюцию французского сената. Впрочем, никто не отменял значение невербальных элементов в мировой политике и стремительно облетевшее почти все средства массовой информации. Фото на саммите главы Большой двадцатки – тому наглядное свидетельство. Кемаль Азис Кызы, Новости АСТВ. Между тем, получающая поддержка зарубежных покровителей, конкретно от Франции и Армении, продолжает затягивать процесс нормализации в регионе. Бредовые заявления премьер-министра Никола Пашиняна показывают, что новыми провокациями официальный Ереван стремится создать впечатление, что напряженность в регионе все еще сохраняется и конфликт не исчерпан. Однако страна, подписавшая акт о капитуляции, забывает, что повестку происходящих в регионе процессов определяет Азербайджан, и потому Армения ничего не сможет этим добиться. Карабахский конфликт – это уже история. Он был решен два года назад. Поэтому тут в этом контексте практически обсуждать нечего. На состоявшейся 31 октября текущего года в Сочи встрече с президентом России Владимиром Путиным, президент Ильхамалиев заявил еще раз, что Карабахский конфликт остался в истории, тем самым поставил точку в этом вопросе. Уже и мировое сообщество признает, что урегулированной два года назад в Отечественной войне и не находящейся в повестке дня Азербайджана Карабахский вопрос больше не будет предметом переговоров. Победивший армянскую армию, Азербайджан освободил населенные пункты и взял под контроль все стратегические высоты. На азербайджанских территориях будут очищены остатки так называемого режима в Карабахе и оставленные Пашиняном для военных провокаций воинские подразделения армянской армии. Ясно, что временное наличие в регионе российских миротворцев. Проживающее там армянское население, как все граждане страны, обязано подчиняться азербайджанским законам. Живущие в Карабахе армяне, я сказал про это вчера в Ахдаме, наши граждане, и мы не станем обсуждать их судьбу, их будущее ни с одной страной, в том числе и с Арменией. Это наше внутреннее дело. Выступление осмелевшего в последние дни Никола Пашиняна с бредовыми идеями опираются на измышления президента Франции Эммануэля Макрона, пытающегося создать имидж президента-посредника. Но бывший посол Франции в России Сильви Берман отметила, что после июня у самого Макрона ослаб политический лагерь, уменьшились возможности для маневров. Макрон, например, пытался оживить ослабившийся диалог между лагерем президента Николаса Мадуро и его оппонентами, чтобы вывести Венесуэлу из напряженной политической ситуации, но ничего не смог добиться. Подобных неудачных попыток Макрона в его построенческой миссии очень много. Во Франции говорят, что амбиции Макрона вызвали большие споры. Его высказывания, противоречащие линии внешней политики страны, наносят ущерб имиджу республики. Что же касается иллюзий Пашиняна по поводу приезда в Карабах Рубена Варданяна, то нейтрализовать российского бизнесмена армянского происхождения очень просто. И это произойдет, когда возникнет необходимость, и решится тогда, когда придет время. Ясно как день, что Варданян, которого волнуют только личные интересы с целью сохранения своего бизнеса, сбежал в Карабах. От санкций Евросоюза и США. На фоне всего происходящего у Армении нет иного выхода, как подписать с Азербайджаном мирный договор. Официальный Ириван должен знать, что если впредь снова произнесет Карабахский вопрос, то адекватными шагами Азербайджана будет внесение на повестку дня в полную силу вопроса Зангизура и Геоча. Потому что западные азербайджанцы настаивают на возвращение на свои исторические земли. Они также требуют, чтобы международным правом были признаны их права. Принятая Сенатом Франции резолюция совершенно далека от истины отражает ложные и клеветнические положения и носит открытый провокационный характер. Служит подрыву процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Об этом говорится заявление Министерства иностранных дел Азербайджана. В документе подчеркивается, что эта резолюция наглядно демонстрирует предвзятую и однобокую политическую позицию Франции как страны, заявившей о своем намерении содействовать мирному процессу. В целом, все надуманные претензии, упомянутые в резолюции, показывают, что ее авторы не осведомлены об исторических фактах и текущей ситуации в регионе. К сожалению, подчеркиваем, что резолюция Верхней Палаты французского парламента в очередной раз игнорирует почти 30-летнюю оккупацию Армении и территории Азербайджана, массовое убийство мирного населения, разграбление городов и сел, жестокое попрание прав сотен тысяч внутренне перемещенных лиц, проведение Армении политики этнических чисток на исторических землях Азербайджана, а также работы по построению мира, восстановлению и реконструкции, осуществлению в Азербайджаном после отчасти войны 2020 года, говорится в заявлении внешнепоэтического ведомства. Еще раз напоминаем сенаторам, что Карабахский регион, являющийся международно признанной территорией Азербайджана, это неотъемлемая часть Азербайджана. Права и безопасность армянского населения, проживающего в этом регионе, являются внутренним делом Азербайджана, и они будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджанской Республики. Поощряя реваншистские силы в Армении, эта резолюция Сената не служит миру стабильности и прогрессу в регионе, и далека от упомянутого в названии резолюции, содействуя прочному миру. Нерешительно отвергаем очередную резолюцию, принятую Сенатом Франции, подчеркивается в заявлении Министерства иностранных дел. Тем временем, Мелемяч Лис на сегодняшнем пленарном заседании вынес на обсуждение заявления в связи с антиазербайджанской резолюцией, принятой накануне Сенатом Франции. После обсуждения заявления было вынесено на голосование и принято. В рамках пленарного заседания осенней сессии Мелемяч Лиса сегодня парламентарии обсудили также документы, входящие в пакет госбюджета на 2023 год. А именно, законопроект о прожиточном минимуме, о пороге критерии нуждаемости, о бюджетах Государственного фонда социальной защиты и фонда страхования по безработице, а также бюджетные сметы Мелемяч Лиса и осчетные палаты. На заседании участвовали члены правительства. В соответствии с законопроектом дохода госбюджета на 2023 год прогнозируется в размере 30 миллиардов 700 миллионов монатов, что является самым высоким показателем в истории страны. На 5,2% больше, чем в 2022 году и 16,4% больше, чем в 2021. 15 ноября в 21.40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Юхары-Шорджа Басар-Кичайского района подвергли обстрелу и стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Малабайрамлы Киапичайского района. Кроме того, 16 ноября в 00.50 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на территории Агдамского района. Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры. В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год в азербайджанской армии состоялись показательные батальонно-тактические учения. На основании разведданных, полученных в соответствии с планом учений, адаптированных к условиям реального боя, была определена территория вероятного совершения провокации диверсионной группой условного противника. Основной целью учения является совершенствование взаимодействия между штабом и подразделениями при приведении батальона в состояние боевой готовности, а также развитие навыков командиров по управлению боем, оперативному примятию решений, были достигнуты все поставленные на учениях цели. Ускоренными темпами продолжается строительство узловой подстанции Лачин. Здесь уже установлены трансформаторы, завершена большая часть работ на открытом распределительном участке. Также завершается строительство центра управления и инженерного общежития. Также завершены работы на высоковольтной линии электропередачи, продолженной от гидроэлектронной станции Кулябирт до новой подстанции. Лачинская городская подстанция будет соединена с подстанцией Шикюрбейли, Джабраил, Зенгилан, Губадлы, Дашкасян, Кельбаджар, Горчу, Шуша и Физули. Тем самым будет создана кольцевая схема энергоснабжения Карабаха и восточного Зенгизура. Это обеспечит бесперебойное энергоснабжение на освобожденных от оккупаций территориях. Азербайджанский народ на протяжении истории вносит неоценимый вклад в укрепление дружбы и солидарности в регионе, в установлении мира, спокойствия и добрососедства, независимо от национально-религиозной принадлежности людей. Толерантность в отношении представителей других религий, сосуществование в условиях взаимопонимания — главная особенность национального менталитета жителей Азербайджана. Не случайно, что 16 ноября Международный день толерантности во всем регионе впервые стал отмечаться именно в Азербайджане. Сегодня, когда во всем мире наблюдаются случаи проявления исламофобии, расовой дискриминации и национализма, весьма актуальным является налаживание диалога между культурами и религиями в целях сохранения культурного разнообразия человеческой цивилизации. Азербайджан в этом отношении представляет собой уникальный пример мирного существования многих народов и религиозных конфессий. 16 ноября во всем мире отмечается Международный день толерантности, учрежденный на 28-й Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1995 году. Ежегодно в нашей стране, считающейся Центром мультикультуральной толерантности, эта дата отмечается соответствующими мероприятиями. На организованной сегодня конференции на тему «Толерантность как путь к миру и сотрудничеству» ее участники говорили о политике толерантности азербайджанского государства, способствующей укреплению дружбы и солидарности между проживающими в нашей стране этническими религиозными общинами. Аллах даровал нашему народу такое качество, как толерантность, умение разделять свои горести и радости с другими, способность быть с друзьями, братьями. Некоторые государства не хотят принимать это, не верят, что такое возможно. Объявление президентом Ильхамом Алиевым года толерантности, создание Центра мультикультурализма – все это очень важная инициатива. Великий лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев говорил, «Толерантность» – это результат высокой культуры народа. Именно высокая культура азербайджанского народа дает возможности проживающим в Азербайджане более 40 малочисленных народу жить с азербайджанским народом в мире дружбы, братства и радости. Сегодня Азербайджан демонстрирует всему миру модель правильной здоровой толерантности и мультикультурализма. Я подчеркиваю, правильной и здоровой по одной простой причине. Дело в том, что мир сейчас сталкивается с примерами совершенно нездорового отношения к толерантности, когда призывают за счет прав меньшинств ущемлять права большинства. К сожалению, не все страны и не все места могут гордиться тем, что Азербайджан, что здесь не только политика государства, но и как бы ощущение людей связано с этими чувствами, что все мы дети одного творца. И как дети одного творца, несмотря на цвет кожи, несмотря, может быть, на религиозные убеждения, мы сможем и должны жить как братья. То, что придумали в 1995 году, наверное, тысячи лет назад, родилось в Азербайджане. Здесь проходили пути и разных религий, и разных мнений, и разных конфессий. И люди эти, вот уже за эти годы, научились друг друга уважать. И этот Баку, этот Азербайджан, на мой взгляд, является столицей мультикультурализма. Мультикультурализм, по сути своей, требует не растворения различных культур друг в друге, а их равноправного сосуществования. Поэтому обеспечение прав и свобод представителей различных религий, этнических групп и культур имеет большое значение. В Азербайджане эти права гарантированы высшим законом – Конституцией. Сабина Алиева, Урфан Алиев, Новости АСТВ. Это были все новости к этому часу. Айфер Азербайджанского телевидения продолжит передачу Чихошадогру. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok